Домашние обязанности женщины – это один из пунктов, который ирландцам предлагается обдумать в ходе голосования о внесении более современных формулировок в Конституцию 1937 года. Так называемая поправка об уходе предполагает изменение формулировок в статье Конституции, которая гласит, что женщина пренебрегает своими обязанностями по дому, если ходит на работу, а также пункт о том, что своей семейной ролью женщина оказывает поддержку государству. «Женщинам всю жизнь приходилось сталкиваться с вызовами, и мы видели, что наше место в обществе – это дом, забота о детях и мужьях. Мы отошли от этого, но до сих пор так прописано в Конституции – место женщины там, где она хочет». Участники компании «Да» хотят заменить то, что они называют сексистскими устаревшими формулировками, фразами, которые подразумевают, что заботу и уход могут предоставлять и другие члены семьи, не только женщины. В то время как участники компании «Нет» выступают против исключения слов «мать» и «женщина» из этой части Конституции. «Это называют устаревшим и унизительным. Я не считаю работу, которую выполняют женщины по дому, унизительной. Реальность такова, что именно женщины продолжают ее выполнять». Обеспокоенность выразили также сообщества инвалидов и пожилых людей, которые считают, что новые формулировки размывают понятия об уходе в законодательстве. «Уход – это нечто большее, чем просто уход за семьей. Они намерены поддерживать семьи, но этого слишком мало. Ясно то, что правительство отказывается от своей ответственности в этом отношении». Другой вопрос – нужно ли расширить понятие «семья». Сейчас в Конституции Ирландии прописано, что семья основана на браке. Предполагается включить в определение семьи то, что правительство называет «длительными отношениями». Речь идет, например, о несостоящих в браке парах с детьми. Премьер-министр Лео Вараткар говорит, что изменения необходимы. Они станут отображением современного ирландского общества. Но участники кампании нет, говорят, что новые формулировки могут привести к юридическим сложностям. При этом все основные политические партии поддерживают эти изменения на референдуме и надеются, что путаница вокруг них не оттолкнет людей.